Среди нас нет ни одного равнодушного к самому главному, великому, священному празднику – Дню Победы. Этот праздник и спустя 68 лет объединяет нас, заставляет плакать. И не только тех, кто прошел войну, но и представителей последующих поколений. В ознаменовании Дня Победы в Видном, так же, как и по всей стране, проходили памятные мероприятия, праздничные концерты и чествование ветеранов. Рассказывает Татьяна Акимова. 9 мая – праздник для каждого жителя нашей большой страны. Сегодня мы отмечаем 68-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Мы ощущаем себя сильными и испытываем гордость за наших отцов, дедов, прадедов. Все пришли сюда с детами не потому, что кто-то позвал, а просто потому, что сердце позвало. Это моя история, история моей страны, история моей семьи, и я хочу, чтобы мой ребенок гордился моей страной. Очень сильно горжусь теми, за что мы выиграли эту войну. Я очень хотела поблагодарить тех, кто участвовал в этой войне. Если бы не они, то неизвестно, что бы сейчас было, и не победили бы мы, и вообще, может быть, даже не было бы здесь ничего. И счастье, что бы какой-то радость, и чтобы они пощаще так могли собираться. У всего-всего самое лучшее, что вообще можно только пожелать. Хочу пожелать, чтобы они подольше жили, чтобы радовали нас. Большое спасибо за то, что они сделали, за то, что мы живем в мирной стране, под мирным небом, строим сильную Россию. Поблагодарить фронтовиков, тружеников тыла пришли дети и взрослые. В руках цветы, в основном, алые гвоздики. На лицах улыбки, на груди георгиевская ленточка. Для меня георгиевская ленточка – это символ победы. А я ее одела, потому что сегодня День Победы, великий праздник. Я каждый год надеваю георгиевскую ленточку, потому что я знаю о подвиге нашего народа. Ровно в 9 часов началась торжественная церемония на Аллее Славы, где проходят многие районы и городские праздники. Мемориал был заложен в год 60-летия Великой Победы. Посвящено подвигу жителей Ленинского района на фронте и в тылу. Навеки сохраним благодарную память о них. Эти слова выбиты на гранитной плите. Более 33 тысяч наших земляков ушли в годы Великой Отечественной войны защищать Родину. Каждый третий не вернулся с поля боя. 12 удостоены звания Героя Советского Союза. Пришедших на Аллею Славы объединяло дань глубочайшего уважения к памяти тех, кто защищал нашу Родину от нашествия завоевателей. Всех, кто, одержав победу в войне, показал пример мужества, самоотверженности и героизма для всех людей мира. В ознаменовании Дня Победы торжественным маршем прошествовали по советскому проезду слушатели Центра профессиональной подготовки МВД России имени Героя России Валерия Тинькова. Следом по улице, ставшей в этот день пешеходной, под звуки военного оркестра прошли ветераны-фронтовики. Героев праздника приветствовали учащиеся и педагоги видновских школ. По традиции, общее фото на память около кинотеатра «Искра». Празднование 9 мая невозможно без Парада Победы на Красной площади. Для ветеранов была организована прямая трансляция в Большом зале кинотеатра. Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Некоторым участникам войны, жителям Ленинского района, удалось в этот день увидеть Парад Победы на Красной площади собственными глазами. Ежегодно мы делегируем на Красную площадь несколько человек. В этом году по разнарядке 4 человека, 4 участника Великой Отечественной войны у нас присутствуют на вот этом торжественном мероприятии. Прохождение колонн военнослужащих элитных частей, демонстрация военной техники всколыхнули воспоминания ветеранов о победном мае 45-го. В мае 45-го года все мы вышли на улицу и все кричали «Ура!». Ура! Кто плакал, а кто кричал, непонятно, кто радовался. А все, большинство, плакали от горя, потому что не вернулись больше половины. К сожалению, время неумолимо. С каждым годом все меньше среди нас фронтовиков, тружеников тыла, детей войны. В 2005 году были живы 1500 участников войны, сейчас их осталось 330. Тем ценнее рассказы свидетелей героических событий 1941-1945 годов. Военный путь Станислава Ходоковского начался на Орловско-Курской дуге. Пройдя пешком пол Европы, победу он встретил в Венгрии. Был ранен и контужен, награжден медалью «За отвагу». Ярким воспоминанием до сих пор остается схватка с неприятелем, когда он в рукопашную бросился на врага. Было это в Запорожье. Нам была дана команда первые траншеи противника захватить. Ну и мы кинулись в бой после небольшой артиллерийской подготовки. Я прыгнул в траншею, смотрю, штык перчет немецкий с угла. Я как-то автоматически схватил его, так сказать, поднял, дернул на себя, а он сподгнул за немец. Ну и автоматом его докончил. Непростая судьба и у другого фронтовика Владимира Зайцева. Его боевой путь пролег по Румынии, Венгрии, Австрии, Болгарии и Чехословакии. А начался под Сталинградом, когда Владимиру Федоровичу было всего 17. Он застал окончание самой кровавой битвы. Говорит, до сих пор снятся бои. Эти люди, пережившие 1418 страшных дней, отстояли не только свою страну, но и мир от фашизма. И каждую весну мы с особой гордостью говорим о них. Мы всегда будем помнить ваш подвиг, ваши заслуги. И, конечно, мы, молодое поколение себя, чувствуем благодаря вам, причастными к этому замечательному и светлому событию. День очень важный и для всех нас, и для тех, кто воевал, и для молодежи, которая только встает на ноги. Потому что без этого дня мы все не представляем, какая была бы наша страна, какие бы мы были и вообще были бы мы и наша страна. Поэтому уже это говорит о том, что этот день для нас очень важен. После официальных поздравлений речей на сцену вышли артисты. В исполнении мужского камерного хора «Пересвет» звучали любимые популярные песни и композиции военных лет. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне землянки гормонь про улыбку твою и глаза. Когда же в зал вышла народная артистка Людмила Николаева в сопровождении ансамбля «Русская душа», уже и сами зрители стали подпевать. Свой подарок сделали ветеранам и бойцы сводной группы отрядов полиции особого и специального назначения МВД России, продемонстрировав приемы боевого искусства. Тем временем в фойе кинотеатра «Искра» была развернута экспозиция обороны спортивного клуба «Ратник». Каски, котелки, ложки, патроны. Но самый ценный экспонат – солдатский медальон, принадлежавший бойцу 20-й армии 312-й стрелковой дивизии Михаилу Игначкову. Его подняли из земли под Тверью в 2009 году. Мы буквально по пояс в воде черпали воду, подняли 8 бойцов. И вот когда уже уходить собирались, сидели, отдыхали. Ну что-то неведомо на самом деле. Одевая перчатки, иду на отвал, где вот доставали грязь, вот все, жижи перемешивали. И медальон выскакивает. Для многих курсантов клуба выездные вахты памяти стали смыслом жизни. Поиск – это очень важно для нас. Поднимать бойцов, чтобы молодое поколение не забывало про эту великую победу. Ветеранов в этот день в кафе угощали ароматным чаем со сладостями, а на улице для гостей праздника работала полевая кухня. За настоящей солдатской кашей выстроилась целая очередь. Очень вкусная. Сейчас за добавкой пойду. Дом так не сделаешь. Войну такую не видели. А сейчас спасибо. Очень хорошо. Очень отрадно, что дети и молодежь чтят память героев. В течение всего дня на Аллею Славы приходили люди, чтобы возложить к вечному огню цветы. Мы все живем в России, являемся гражданами Российской Федерации. Конечно же, преополняет чувство гордости за то, что люди сделали то, во что остальные и не верили даже. Особенно многолюдно около кинотеатра «Искра» стало к вечеру, когда эмоциональную эстафету праздника подхватили профессиональные артисты эстрады. Я люблю под москопные рощи, и на скидок по ею армией. Я люблю твою красную плащадь и кремлевский уран отбой. Популярные современные песни, мелодии военных лет никого не оставили равнодушными. Люди радовались теплой уже по-настоящему летней погоде и синему безоблачному небу. С утра хорошее настроение. Очень приятно видеть такое количество людей, которые здесь находятся. Приятно, что люди помнят о таком великом дне. Погода прекрасная в честь праздника. Такой праздник сегодня. День Победы. Настроение прекрасное. Концерт великолепный. Это был незабываемый девятый день мая. По традиции он завершился салютом Победы. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Звучит Продолжение следует... Продолжение следует...